Всем привет, друзья! С вами Ксюша, вы на канале Ангелофрения. У нас сегодня очень интересная распаковка моего заказа с сайта Белорис. Все очень бюджетно, я думаю, вы сайт Белорис знаете и без меня. Это очень популярный интернет-магазин косметики, где есть и белорусская косметика, и эстрады, и вообще брендов огромное количество. И там можно найти то, что не найдете в других местах, но неважно. Я эту распаковку снимаю, ну, начинаю снимать второй раз в другой день. Объясняю почему. Я не делала заказ, получается, там уже некоторое время, и я забыла, как упаковывают товары ребята с Белориса. И когда я такая села снимать, и я открываю коробку, мне хотелось, знаете, first impression, чтобы все было так, вроде как, прям, прям самое первое впечатление. И, ребята, я ставлю сюда кадры, как все упаковано. Если бы я снимала вам вот изначально распаковку, это была бы двухчасовая распаковка, потому что все упаковано супер надежно, все в отдельных каких-то вот таких вот там пленках каких-то, ну, короче, все доезжает идеально. Да, и, наверное, отдельное удовольствие все это раскрывать. Давайте, начинаем. Я очень люблю бренд Estrade. Это наш российский бренд, который производит очень качественную косметику. Да, мне не нравятся вот эти вот упаковки пластиковые, но продукты внутри просто вообще супер. Скульптор. Самый популярный, наверное, у них хайлайтер, очень популярные скульпторы. У меня был скульптор раньше в оттенке, по-моему, Канада назывался, не помню. Но вот этот оттенок 201, я вам сейчас его покажу, он не на мне, но обязательно с ним надо будет снять вам или макияж, или просто его как-то протестировать на себе. Он невероятный, он невероятный, он такой естественный. И это скульптор, который суперски тушуется. Ну, вот видите, тень, посмотрите, очень естественная тень. Супер, я ссылки оставлю. 7 грамм здесь, кстати. И это скульптор, который идеально тушуется, невозможно поставить пятно. Классная текстура. Ну, единственное, подберите, наверное, ваш оттенок. Вот, 201 хороший будет для девочек с моим цветотипом, без выраженного желтого, вот, по тону кожи и так далее. Очень круто, очень круто. Эстрады вообще супер бренд. Ну, упаковки, ладно, придется смириться. От Люкс Визаж. Вообще, я так соскучилась по белорусской косметике. Я буду ждать от вас в комментариях внизу, на что из белорусской косметики сделать обзор. Либо это Люкс Визаж, либо это Белита Витекс. Вообще, уход или декоративку, что вы хотите. Потому что мне самой интересно. Пишите в комментариях, мне будет интересно. От Люкс Визаж. Тушь. Панорамный объем. Смоки Айс. И у меня сейчас какая-то невероятная любовь к продуктам для ресниц и к ухаживающим и декоративным. Потому что, ну вот я вам вбок покажу, вам, наверное, не видно. У меня выросли ресницы. На сыворотке для ресниц они у меня выросли. И я сейчас кайфую невероятно. Эту тушь я выбирала по отзывам. У нее щетка вот такая. То есть, это короткие пластиковые щетинки, которые обещают захватывать каждую, даже самую маленькую ресничку, при этом не делать комки. Ну, тоже расскажу вам. Или макияж какой-нибудь сделаем, или в пустых баночках расскажу. От Эстель. Набор, который я хотела тысячу лет. И я его видела в магазине у нас в Краснодаре в профессиональном, но он там стоил значительно дороже, чем на Белорис. И когда я на Белорис его увидела, я все поняла. Мне прям нужно. Это краска для бровей и ресниц от Эстель. Энигма. И это прям броу-кит. Посмотрите. То есть, палочка для смешивания. Вот такая прозрачная, вам ее не видно. Емкость для смешивания. Вот такие вот патчи для прокрашивания ресниц. Ни разу в жизни не красила ресницы, кстати. Расскажите, кто красил ресницы сам? Это реально вообще или нет? Я не пробовала. Здесь есть окислитель 6% Есть, собственно, красящий состав. Его здесь много. И вот такая лопатка, честно говоря, я не знаю, для чего она. Ну, и инструкция, соответственно, буду изучать. Слушайте, за эти деньги вообще классный набор. И расскажите, кто красил ресницы? Я думаю, может, надо попробовать. Ну, честно, я не пробовала. Мне интересно, как это и какой эффект будет. Любопытно. Еще один бренд, который я заказываю только на Белорисе. У меня было много продуктов этого бренда. И, честно говоря, я его как-то больше нигде не вижу. Это кафе красоты. На мой взгляд, из вот таких бюджетных, приятных брендов, это просто вот один из лучших. Какие у них скрабы. Вообще, кафе красоты люблю. Трепетно и нежно. Так вот, кафе красоты. Купила два бурлящих шара. Почему-то бомбочки для ванн не говорят. Говорят теперь бурлящий шар. Ну, я человек не, знаете, как бы окей, шар так шар. Итак, ванильный сорбет и ягодный сорбет. На самом деле, это для Вероники больше, чем для меня. Но, может быть, мы с ней поделимся. Я очень люблю принимать ванну с какими-то вот такими бурлящими шарами, с солью, еще с чем-то. Я вижу эффект для себя, для нервной системы. То есть, я прям расслабляюсь, успокаиваюсь. Я не знаю, как вы. Мне прям хорошо. И на кожу тоже это влияет положительно. Очень люблю. И, кстати, супер бюджетно. Особенно, если сравнить с лаж, например. Так вообще, да, огонь. Продукт от Рилуи. Точнее, Рилуи Про. Первый раз увидела. Ну, я вообще сейчас белорусской косметики не секу, поэтому спрашиваю у вас совета. Но я когда увидела, какой вообще объем новинок сейчас есть у белорусских брендов, я обалдела. Я обалдела. Очень-очень хочется все тестировать. Perfect Fixing Brow гель. Это фиксирующий гель для бровей с классной щеточкой, не супер микроскопической и нездоровой. Вот она такая, какая должна быть. Здесь большой объем. Сколько, кстати, надо посмотреть. О, не пишут. Или пишут, я не вижу. Слушайте, ну объем большой. Как, наверное, у туши среднестатистической. Идеальная фиксация, удобная щеточка, содержит пантенол, это уход и восстановление бровей. Я сейчас брови фиксирую, я пытаюсь придавать им форму, приучаю их к порядку, я бы так сказала. То есть, этот гель абсолютно, ну, мне нечего вам показать, он прозрачный, не липкий. Не липкий, это хорошо. Мне нравится, когда брови зафиксированы, при этом они остаются, ну, пластичными, знаете, не деревянными какими-то. Вот, собственно, по отзывам тоже выбрала себе именно этот гель. А гелей там превеликое множество. Я как начинаю что-то искать, слушайте, я могу на Белорисе зависнуть очень-очень надолго. Да, самый тяжелый продукт в моем заказе от бренда Organic Shop Detox Scrub для тела. Сразу скажу, к приписочке Detox я отношусь очень скептически. И она для меня не самая важная. Мне важен скраб для тела, который будет не агрессивным, при этом действительно будет отшелушивать. И я люблю, чтобы приятно пахло. Да, я вот такая вот падкая на все это. И слушайте, как пахнет. То есть, ну, это клубничный, да, клубничный джем. И я очень переживала, когда заказывала. Посмотрите, пью. То есть, он такой прям класс. Я переживала, когда заказывала. Думала, вдруг он будет пахнуть сильно химически. Я не смогу им пользоваться. Но, слушайте, это вот аромат бабушкиного варенья. Я не знаю. Было ли у вас в детстве, когда варенье варили в тазах таких алюминиевых, больших каких-то? Вот по мне это такой запах. Меня прям в детство переносит. И это скраб. То есть, смотрите, он такой, в нем много частичек, но при этом он не супер плотный. Он легко размазывается по телу, потому что есть скрабы сухие, например, которые сыпятся, которые разнести по телу невозможно. И вы, получается, добираете средства, добираете, добираете, и расход колоссальный. А здесь все-таки пластичная эта история. И это сахарный скраб. Он не будет раздражать кожу, как, например, это делает соляной скраб. У меня все. Если какая-то царапинка где-то есть, я буду страдать очень сильно. Это сахар, и он будет растворяться. То есть, когда вы делаете кофейное скрабирование, не забывайте, что кофе не растворяется. И оно забивает слив. Особенно, если вы любитель самой сделать себе скрабик, да, смешать кофейный жмых с маслами, не удивляйтесь, что потом вы будете с трубами мучиться очень долго. Да, трубы – это серьезно. Мой любимый тональный крем. Самый лучший из бюджетных для жирной кожи тональный крем. Я вот сколько перепробовала уже всего, но все равно, да, я возвращаюсь к нему. Это Catrice. Это Liquid Coverage. У меня это оттенок 110 Light Beige. Это тон, который для меня по, знаете, любимости и по регулярности повторений на уровне Estee Lauder Double Wear. Это просто огнище. То есть, вы его хорошенечко взбалтываете, потому что это, ну, можно сказать, пудра, пигментик, такой растворенный в жидкой очень фазе. Это пипетка. Вы набираете тональный крем. Очень-очень жидкий, легкий, невесомый. И вот вы его наносите на лицо. Ну, блин, я много взяла. Еще и на руке. Мне нравится запах. Ну, простой косметический, ничего такого, просто как-то так все равно радостно. Вы его наносите, даете ему зафиксироваться. То есть, это продукт, который нуждается в фиксации некоторой. Он на коже фиксируется. Дальше вы решаете для себя сами. Кто-то припудривает, кто-то нет. Дело исключительно ваше. Я припудриваю все. Мне очень нравится. Он невидимый на лице. Вообще нет никакой маски. При этом вы уверены в своем тональном средстве, что он никуда не уползет, не потечет, никуда не денется. Супер. Первый раз я его купила по наводке блогеров. И знаете, вот эта вот история, что там блогеры заставили меня купить. Это всякая череда таких видео. Слушайте, это один из лучших вообще советов, которые я от блогеров получила. Вот. Обожаю этот тон. Да, но оттенок подбирайте, потому что на некоторых желтит. Ну вот Light Beige, по-моему, очень крутой оттенок. Супер. Еще от бренда Essence я взяла вот такие капельки. Первый раз взяла, поэтому не знаю. Надеюсь, что будут работать хорошо. Это капли для быстрой сушки лака для ногтей. Я делаю лаковое покрытие на ногах. Я не делаю гель-лак на пальчиках ног. Мне просто неудобно. Я не могу, мне дискомфортно. Я крашу ногти в Веронике. И для того, чтобы быстро сох лак, я вот использую такие штуки. По моему опыту, спреи не работают. Ну, может быть, у меня были какие-то плохие спреи. Спреи для быстрой сушки лака. Капли работают значительно лучше. Именно такие не брала. Надеюсь, будут работать. И здесь еще есть миндальное масло для ухода за, собственно, там, кутикулой и так далее. Ну, посмотрим. Я вообще за все, что может теоретически как-то облегчить мою жизнь, там, ускорить какие-то процессы. И вот в данном случае отлично. Особенно на ногах. Я на ногах делаю достаточно толстый слой лака. И, конечно, мне важно, чтобы он просыхал быстро. Вот попробую вот такие капельки. Кто пробовал, кто вообще знает, очень клевые капли, которые действительно высушивают лак за максимально короткое время, напишите. И бренд напишите, и, собственно, ваше мнение, и за сколько высушивают ногти. Вот. Да. Но спреи, на мой взгляд, не работают. Сейчас покажу еще один продукт, а потом к интересненькому прям перейдем. Я взяла попробовать масло после эпиляции от бренда Аравия. У меня от Аравии сейчас крем, точнее это суфле с иланг-илангом? Сливки. Да, сливки с иланг-илангом от бренда Аравия. И я решила, что нужно взять. То есть сливки работают на ура, успокаивают кожу. Мне очень нравится. Я решила взять масло попробовать. Почему масло? Потому что сливки, они впитываются очень быстро, нет ощущения увлажнения никакого. Я надеюсь, что в данном случае я получу именно еще и увлажнение. Оно подходит для восковой эпиляции. Я удаляю воском волосы на руках. Но я думаю, также после обработки ног эпилятором, то же самое на голени. У меня дико сохнут голени, я этого не скрываю. Я готова мазать чем угодно. Мне очень нужно, чтобы голени выглядели прилично. А они сейчас, я не знаю чего, сохнут прям невероятно. Поэтому взяла масло. Последнее, что есть у меня в заказе, но не по значимости, разумеется, это аромат от Calvin Klein. Вообще там какие-то были, на тот момент, когда я была на сайте, были дикие скидки. Сейчас я знаю, что до конца сентября там скидки 90, 80, 70%. Короче, да, зайдите, посмотрите. И на этот аромат тоже была скидка. Я хотела его попробовать, но я его никогда не тестила. Я боялась прогадать. Я напишу вам вот здесь, наверное, нет, давайте вот здесь. Напишу вам пирамиду. Она достаточно простая. Это аромат не, знаете, какой-то для тонких ценителей с какими-то там очень там особенными нотами. Нет, это такой достаточно простой аромат. И это вот такая вот надевалась сверху штука. Знаете, я периодически беру себе ароматы на каждый день. То есть носить на себе какой-то особенный аромат, какой-то, знаете, пикантный с большим количеством мускуса или какой-то сладости, да, что я такая женщина вам, мне не нравится. Ну, потому что это ароматы, ну, для которых нужно место и время. А это аромат, вот как по мне, знаете, вот как здесь люди нарисованы в голубых джинсах. Вот для меня это аромат голубых джинс почему-то. Я вот так это представляю. То есть это аромат, который ты надеваешь на себя с футболкой и кедами условно. У меня уже был аромат One Summer. Это такой тоже был аромат унисекс, такой летний он был. Но он был другим. Он был более морским, а этот не морской. Когда вы покупаете, не знаю, кто знает, кто не знает, ароматы Calvin Klein идут вот с такой металлической заглушкой. И вот этот спрей, штучка, вы накручиваете ее потом впоследствии. То есть можно использовать, я так понимаю, как одеколон, наверное, мужчина. Не знаю. Аромат очень интересный. Он очень, знаете, такой адаптивный. На кого я не наношу, на всех звучит очень по-разному. Мне нравится, как звучит на мне. Это аромат чистоты. То есть от меня исходит такая нотка какого-то легкого, приятного парфюма, но она вообще не напряжная. То есть даже если я тут им зальюсь как угодно, от меня не будет нести, я не знаю, букетом, клумбой какой-то. Он свежий, но при этом не холодный, он не цитрусовый какой-то, звенящий. Он спокойный. Вот, да, наверное, аромат какого-то спокойствия. Слушайте, я уже так использовала. Я недавно получила заказ только, а уже столько использовала. Но мне нравится на самом деле. Я кайфую. И здесь объем, по-моему, 30 мл, да? Или 50? 50. Но какой-то такой флакон маленький, он легкий почему-то. Не знаю. Мне кажется, его можно в сумке носить. Да, я подумаю об этом. Классный аромат. У Кельвин Кляйн мне нравятся ароматы. И унисекс ароматы, и мужские ароматы тоже прям то, что нужно. Они какие-то такие, знаете, без претензий, но при этом они вот какие-то вдохновляющие, что ли. Супер. И ароматы молодости, что тоже для меня очень важно. Я показала весь свой заказ. Все очень бюджетное, но очень классное, на мой взгляд. Если вас что-то заинтересовало, о чем хотите узнать поподробнее, напишите. Я расскажу. Либо мы снимем какое-то отдельное видео, может быть, с макияжем. Пишите мне. Давайте общаться. Я очень по вам соскучилась. Да. За время моей болезни я прям скучала по вам сильно-сильно. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Подпишитесь на канал. Пишите ваши комментарии. А за репост отдельное вам от меня сердечко. Вся информация в инфобоксе. Ссылки, промокоды. Все для вас. Все, что могу. Люблю, целую. И никогда не забывайте, что мои подписчики самые лучшие. Спасибо вам и пока.